здравствуйте товарищи это видео у нас такого коммерческого плана просто показываю очередную поставку скутеров весеннюю в этот раз они просто постоянно ездят всякие разные у нас какие-то приходят какие-то продаются нового час накопили более-менее чтобы в одном месте побольше поэтому решил снять еще одно видео в том году тоже такого же плана снимал видео и эти видео я просто выкладываю объявлениях там на дроме на авито на юле сразу для людей которые смотрят сразу объясняет у этого видео основной смысл в том что показать что мы продаем скутера они в том что обзор там каких-то конкретных скутеров а то мне там претензии предъявляет и в данном случае я просто показывал какие у нас скутера бывает и что мы продаем эти мопеды мотоциклы эти которые тоже тут стоят они тоже продаются ну и давайте так пройдемся сразу конкретно по мопедам это у нас honda broad 90 кубиков хороший такой удобный мопедик вообще как бы так для езды по городу везде и по проселку он очень удобные колеса большие у него есть птс к все полный комплект документов все как положено ну хороший мопед надо наверно отдельно на него как он по взор снять я хочу еще на нем по поездить это может в движении сниму дальше идем сейчас пройдемся по интересным всем мопедом а там в общем полкинички это у нас honda гира трехколесник тоже довольно таки интересный мопед он трехколесный час я покажу сразу у него сзади вот тележка такая два колеса и самая главная особенность чем что у него реализована такая функция что он не совсем трайк в обычном понимании то есть тележка остается на месте при этом мопед сам может наклоняться и при при наклоне тележка подруливает то есть он очень маневренный очень грузоподъемный но при этом не сильно скоростной очень хорошо идет по песку потому что у него сзади два широких колеса и спереди большое колесо плюс такие два замечательных багажника и спереди и сзади короче такой мопед в японии очень кстати распространенный службах доставки всякой на ней на них ездят интересный конечно аппарат так это у нас honda lead 90 но это классика самый распространенный мопед среди наверно 90 кубовых 100 кубовых отличная подвеска отличный двигатель и вообще сам по себе мопед можно сказать легендарный в нашем случае это у нас honda и honda yamaha yb1 что ли по моему я даже учета уже не помню модель по моему yb1 точно не скажу ладно короче yamaha 50 кубовая это по сути своей уже мотоцикл у него четырехступенчатая коробка передач сцепление все как положено то есть сцепление подсос ну практически это уже просто маленький мотоцикл можно для детей можно для себя он очень надежный двухтактный ездит шустро я на нем пробовал вообще он валит конечно нормальная плюс 4 ступая коробка многие там говорят типа вот китайцы альфа но типа аналогии проводят с ним но у этого двигатель двухтактный он гораздо веселее едет чем альфа тоже это у нас suzuki lap мопедик такой небольшой легенький простенький недорогой по цене он там районе 30 тысяч стоит и как бы принципе все равно у него присутствует все функции пара для этого класса техники по популярным это такого же плана мопед yamaha mint все примерно то же самое недорогой простой легенький надежный с корзиночкой но убойный мопедик это вообще у нас хит хит блин продаж наверно suzuki молит мопед тоже простой без лишних пластиковых деталей но как бы у него улучшенная подвеска спереди она шприцуется усиленный задний амортизатор мощный багажник и большое переднее колесо соответственно приличный клиренс минимум пластика идеальный вариант в деревню куда-нибудь где-нибудь баранов пасти рыбу рыбачить и животных охотиться то есть для этого хороший мопедос для этого его часто берут в районы у нас куда-нибудь так это у нас уже технологии будущего suzuki адрес четырехтактный инжекторный мопед то есть это уже свежий более-менее по годам тут конечно все посерьезней он подороже но он и посимпатичнее и как бы технологически более продвинутый это suzuki leds 4 тоже четырехтактный инжектор но немного в другом дизайне с корзиночкой тоже интересный аппарат это у нас две honda dio 56 это один из самых таких продвинутых четырехтактных агрегатов от honda то есть жидкостное охлаждение алюминиевая рама комби брейк дина стартер то есть его вообще как бы нанотехнологии рулят можно сказать сейчас мы его заведем даже не не заведем этот не заведем у него че-то аккумулятор давать давайте этот лучше заведем бывает такая тоже надо его поставить на зарядочку заводится беззвучно какой слышали то есть у него нет звука стартера он заводится без звука потому что люди на стартер вот для сравнения заведем рядом honda dio 28 со стартера и у него будет слышно характерный звук стартера тоже хорошая надежная не убиваемая техника у нас очень популярная очень распространенная наверное самый популярный распространенный мопед это dio 28 и dio 34 это у нас suzuki sepia zz тоже блин как бы довольно таки продвинутый аппарат типа спортивный вот сзади у него амортизатор каяб гидравлический даже стоит не как на тех обычных мопедах спереди дисковый гидравлический тормоз рычажная вилка то есть сзади еще и спойлер со светодиодным с тапаком ну короче все все как положено все у него есть очень молодежный типа спортивный мопед наверное для станка я не знаю для чего там они его еще берут ну и так он едет пошустрее кстати чем обычный ну вот принципе вкратце я рассказал что у нас бывает и сразу хочу предупредить не надо писать вот сюда видео в комменты там вопросы с ценами туда-сюда там блин как бы либо в группе вконтакте выкладываются мопеды все которые приходят снизу будет ссылочка под видео на группу либо в объявлении если вы смотрите это видео через объявление просто в объявлении указан телефон звоните узнавать и какие мопеды есть в наличии и по какой цене потому что их видите их постоянно целая куча они каждую неделю там меняются продаются какие-то уходят какие-то приходят и как бы спрашивать писать я вот все все вот эти не отслеживаю сообщение потому что мне куча народу пишет так что вот так если вам реально интересно вы берете звонить и потом едете смотрите покупайте убирайте то есть вот такая схема ваших действий если вам интересно они просто писать там блин у вас есть то то это сколько стоит это ну как бы очень низко вероятно что я вам отвечу потому что как бы времени особо на это нет но и на этом все дорогие товарищи до свидания до скорых встреч